В Тюменской области почти 100 тысяч инвалидов. Про многих из них говорят люди с безграничными возможностями. Как пример героиня следующего сюжета. Инвалид с детства с тяжелой формой ДЦП стала известной в своих кругах вокалисткой. О том, как создаются песни на кончиках пальцев. В материале Елена Старожук. Анастасия Жгельская не может самостоятельно покинуть небольшую комнату. Но с помощью компьютера девушка с ДЦП, прикованная к инвалидной коляске, выходит в огромный мир. Здесь она нашла себя, друзей и поклонников. Пока не подошло. Сейчас передвинем. Чуть-чуть не получилось. Средством общения и самовыражения для немой девушки служит не только электронная письменная речь, но и пение. С помощью музыкальных компьютерных программ Анастасия смоделировала виртуальный голос. Она сама пишет музыку и тексты песен. Каждая буква на клавиатуре дается с большим трудом. За 13 лет творчества написано более 100 песен, а ведь когда-то врачи не давали надежд на будущее. Все сразу мне говорили, что ничего хорошего не получится из того, что я хочу точно. Но я не знаю, у меня даже не было вопроса, что мне не нужно что-то делать. Я просто это делала и все. Свои работы Анастасия размещает на ютуб-канале. У нее уже больше трех тысяч подписчиков. Необычная вокалистка признается, что будет рада новым поклонникам ее творчества. А еще новому оборудованию. Клавиатура и беспроводные наушники – основные инструменты для работы. Именно мама сделала все, чтобы дочь ощущала себя равной среди сверстников. Ради этого пришлось оставить работу и посвятить всю свою жизнь. Получается так, что Настя и я – это одно целое. Я вначале расстраивалась по этому поводу. Мне всегда хотелось, чтобы я тоже же личность какая-то сама по себе. И у меня много своих каких-то мыслей, идей. Потом я поняла, что в этом тоже ничего страшного нет. То, что я дополняю ее, а она меня, она тоже меня дополняет. Научились мы друг другу помогать в этой жизни. И вместо тысячи слов в благодарность Анастасия посвящает маме очередную новую песню. Елена Старожук, Евгений Проскуряков. Тюменская служба новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова